Выявлять педагогов, допускающих пророссийскую и антиукраинскую риторику, в школах будут активисты Донецкой и Луганской областей. Они организовали движение «Черный ящик», к которому уже примкнули сотни активистов и десятки общественных организаций со всей Украины. От Краматорской дружковки в движении участвуют более 20 общественных организаций. Что положат в символический «Черный ящик», узнавала Рита Задорожная. Активистам-патриотам есть, что положить в «Черный ящик». Они собирают видео и вырезки из газет, мониторят ситуацию в школах и скриншотят аккаунты в соцсетях. Делает это то, что выявить педагогов, допускающих пророссийскую и антиукраинскую риторику в школах. Однако искоренять антинациональное настроение можно только с законным инструментом, говорят активисты. Здесь все взаимосвязано. Я думаю, Верховная Рада начинать оттуда экстренно. Должно было уже два года с лишним прошло, принять такие законы, которые за это нужно наказывать. Никто ж ничего. Активисты считают, что педагог должен служить государству, а не местным чиновникам. Все-таки очень бы хотелось, чтобы учителя были свободны и понимали, что они на службе не у какого-то конкретного чиновника, не у конкретного директора, а на службе государства. Несли государственную политику, государственную позицию. Сейчас в сотрудничестве с Министерством образования организаторы нарабатывают механизмы воздействия на педагогов, нелояльных Украине. Идет работа и на местном уровне. Активисты Краматорска предлагают действовать через общественный совет. На последнем заседании Громадской Рады принималось решение обратиться к городу с вопросом, чтобы все призначения, новые призначения на такие ответственные посадки, как освета, культура и так далее, все-таки проходило какое-то обговорение с Громадской Радой. Потому что призначили правительство управления культуры. Это же очень важно, что оно перекликается с выхованием всем. Я тоже ничего не могу сказать плохого про эту людину, я не знаю ее. Но я посмотрела на ее соцмережи, квиточки, котики. Понимаете, будто у нас нет войны. Вопрос об антиукраинской риторике педагогов поднимался не раз, однако без последствий. По трудовому законодательству практически невозможно отстранять этих людей от работы с детьми. Тем не менее, краматорчане предлагают всеми силами продвигать патриотически настроенных учителей. Мы очень хотим, чтобы не просто мы усуялись из осветы ворожих людей, ну, ворожих для нас людей с другой ментальностью, с другим светоглядом. Но мы давали зеленое светло тем людям, которые действительно не просто фаховые люди, но они еще и патриотичные люди. И они действительно те, кому мы можем доверить в выховании украинской молодости, украинских детей. Активисты движения «Черный ящик» собрали материалы уже на 10 педагогов Донецкой области. В их числе называют Валентину Луговую, директора гимназии в Дружковке. Когда в оккупированном городе 14 июня 2014 года прошел митинг против украинской армии, числе организаторов была и Луговая. Сегодня под угрозой выпускные вечера наших детей. Так неужели мы, матери, допустим выпускной вечер 41-го года? Нет, мы этого не допустим. После множества проверок СБУ и прокуратуры в словах Луговой не нашли преступных призывов. Она продолжает работать директором. При этом гимназия уже много лет считается самой сильной школой в городе. Сюда при поступлении конкурса выпускники успешно сдают ЗНО и учатся в ведущих вузах страны. Лучшим учителям, кроме их наград, ведмины Кавасвиты прилепили еще ненужное клеймо сепаратизма. Я считаю, что это не та работа, которой должны заниматься мы в своей стране. Нам нужно страну возрождать. Нам нужно снова поставить на самый высокий уровень образования то, которое мы славились, то, которое было у нас. Оно и есть сейчас, но его нельзя загубить. Если только начнут менять учителей, начнут менять директоров, мы загубим наше образование. Вместе с тем есть уже первый результат работы активистов. Недавно в Киеве преподавательницу педагогического университета уволили за любовь к стране агрессору.